Ходатайственный курс в рамках проекта «Небесная цивилизация» Это курс для людей, которые хотят узнать, что такое ходатайство Нового Завета Ходатайство Нового Завета — это небесное ходатайство Это не вымаливание у Бога чего-либо, это не какое-то стояние в проломе Это умножение владычества Это набор практических откровений, в которых наше служение движется очень успешно Расширяется, умножается, влияет и воплощает волю Божью Поэтому, если ты хочешь этому научиться, молиться эффективно Молиться в потоке Духа, молиться созерцательно, молиться так, чтобы в твоей общине началось движение Этот курс для тебя Здравствуй, мой дорогой друг Если ты смотришь это видео, это означает, что ты решил стать ходатаем Либо ты уже ходатай И ты решил возрасти в откровении, в познании, что такое ходатайство Возможно, ты служитель какой-то общины, какой-то церкви, в которой ты хочешь организовать или внедрить ходатайственное служение Это тоже хорошо Классно, если ты пастор и хочешь сделать ходатайственную команду, не знаешь как, не знаешь, с чего начать Здесь ты найдешь в этом курсе все ответы Во-первых, хочу сказать, что мы начнем сегодня с того, что дадим вообще откровения о том, что такое ходатайство Нового Завета Этот курс не рассчитан на то, чтобы поднимать какие-то доктринальные споры Я буду делиться тем, что у меня работает, что дал мне Отец Я верю, что все откровения, которые я здесь буду открывать и приглашать тебя войти в эти откровения Дал мне Святой Дух Наше служение, оно практичное Я практик до мозга и костей, поэтому ничего не работающего я не предлагаю Все это, то, что здесь будет звучать Уже успешно применяется Мы видим плоды, результаты, расширения и многие-многие вещи Которые являются благословением для многих людей Поэтому здесь будут такие темы, как Вот сегодня мы будем говорить на тему ходатайства Нового Завета Я верю, что если ты не сталкивался с этой темой У тебя вообще представление о ходатайстве, оно поменяется Дальше мы будем говорить такие, как цели ходатайства То есть цели, для чего это делать Мы будем говорить о принципах ходатайства То есть принципы это, каким образом нужно к этому подходить Задействовать какие-то правила, какие-то фишечки Принципы, которые помогут быть эффективными Это очень-очень такой пласт, серьезное откровение Также мы будем говорить о способах ходатайства Потому что их много На самом деле это не просто какой-то бомбеж в небеса Это много, способов много, поэтому этому посвятим тоже такое достаточно время Мы будем говорить о взаимодействии в ходатайстве С кем? С ангелами, с людьми, со святыми, которые оставили видимый мир Это тоже очень классная тема Также мы будем говорить за коллективное ходатайство Не только за взаимодействие, как вот коллективное ходатайство Есть одиночность коллективная И мы будем говорить на тему, как не перегореть в этом Как совершать это эффективно, успешно И причем не уставать И, конечно, заключительная тема Я буду говорить потом в конце О награде ходатая То есть, грубо говоря, что ты с этого получишь Например, Иисус, Он отвечал на вопрос Петра о награде Он говорит, что мне будет, я пошел за тобой Вот я оставил все, я пошел за тобой, что мне будет То есть, когда человек ввязывается в какие-то вещи, в какое-то служение Он ожидает, что какая-то будет награда Мы это делаем не для спасения Не для того, не потому, что Иисус чего-то не доделал И мы решили домолись доделать Нет, не поэтому Сегодня мы поговорим за это Но вопрос был задан Петр спросил, что мне будет И Иисус сказал, что будет награда Также апостол Павел, он говорит о награде О некой награде, о которой я часто люблю повторять Он говорит Готовится мне венец Но и не только мне Но и всем возлюбившим явление Его Чье Его? Сына Божьего И поэтому венцы, награды Друзья, вот Все, что можно назвать небесной наградой Оно имеет отношение непосредственно к этому термину И явление Будь ты ходатай Будь ты кто угодно Любой служитель, любое служение Все это, друзья мои Все служения Какое бы ты ни назвал Оно все направлено на одну единственную цель За которую Положена награда И это цель Явление Сына Божьего И поэтому, друзья Приступая к нашему первому уроку Я бы хотел, конечно, сначала помолиться Чтобы дух откровения Он могущественно действовал Чтобы дух откровения Могущественно действовал На твой разум На твой дух На твое тело Потому что ходатай Это воин Ходатай Это Ну мы будем говорить вообще Кто такой ходатай Ходатай Я их называю Спецназ его престола Это люди Которые совершают Потрясающе 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 Труд Не люблю слово Труд Совершают потрясающее течение Во имя Господне И, конечно, в конце курса Точнее, в конце этого урока Мы еще примем причастие Мы обязательно примем причастие Чтобы дух Божий Запечатлил эту благодать Внутри тебя Ты готов молиться? Халилюя Отец, я благодарю тебя Я благодарю тебя Что дух откровения Он могущественно Прямо сейчас проявляется В сознании Каждого ходатая Каждого человека Который смотрит сейчас Это видео Отец, я благодарю тебя Что помазание Оно сейчас течет Прямо в разум Течет прямо Во внутренность Охватывая Эмоции Желания Чувствования Что помазание твое Оно сейчас наполняет тело Наполняет тело Я благодарю тебя Я благодарю тебя Отец Во всей полноте Во всем благолепии Этой святыни Твой народ готов Потому что дух твой Потому что дух твой Дух господень На мне Потому что дух господень На мне Каждый человек Каждый твой сын Каждый служитель Каждый служитель Вооружившись Отец Пониманием Откровением И силой твоей Заключающийся Заключающийся В этой Истине Дух Господень На мне Будет весьма Эффективен Весьма Успешен Весьма Победоносен В том Чтобы являть Твоего сына И я благодарю тебя Что дух откровения И премудрости Он сейчас Могущественно И интенсивно Действует Движется Движется Он движется Назидая И напитывая Все наше существо Не только сознание Не только Духовное тело Но также Генетически Тело Физическое Память Тела Халлилюя Пускай радуются Даже кости Этой Благодати Отец Спасибо Тебе Спасибо Тебе Халлилюя Халлилюя Итак Мой друг Я благодарю Отца За то Что твой разум Он ясен Он воспламенен Он работает Могущественно С чего мы начнем Мой друг Мы начнем С того Что Ты должен Первое Что получить Откровение О ходатайстве Нового Завета Ходатайство Нового Завета Мой друг Оно сильно Отличается От того Как ходатайство Осуществлялось В Ветхом Завете В основном Все учения О которых я слышал Ходатайственные Не знаю Как сейчас Раньше Все Чему я Учился О ходатайстве Оно было связано Вот с такой формой Что человек Ходатый Он должен стать В какой-то пролом За свою землю Или за какого-то человека Вот это Стать в пролом Приводится место Из писания Где написано Отец говорит Искал я человека Который стал бы В пролом Да Там за землю И не нашел И вот это Дефицит В поиске Такого человека У отца Он приводится Все еще В Приводится все еще В Новом Завете Многим Многими служителями Приводится Говорит Давайте станем В пролом Давайте станем В пролом Я хочу сказать Друзья Как написано Что отец Он искал Такого человека Который стал бы В пролом И не нашел Не нашел Я считаю Что этот момент Он не связан Только с историческим Событием Конкретным Что он не нашел На самом деле Не нашлось Такого человека Вот знаете Как Я вспоминаю Этот пример Из книги Откровений Когда Иоанн Он говорит Там Что Была книга Ломали печати И вот Не нашлось достойного Кто бы мог Вскрыть эти печати И он говорит Я много плакал Что не нашлось достойного Много плакал Вот такая ситуация Она примерно была И с человеком Который должен был Стоять в проломе Вообще К самому главному Факту Что ходатай Наш ходатай Это Христос Сын Божий О котором сказано Что он Одесную Престола И ходатайствует За нас Все проломы Все проломы Которые только Существуют По всей земле Во всех исторических Контекстах Этот ходатай Способен был И способен По сей день Закрывать Проломов Больше нет Что же делает О чем же ходатайствует Сын Божий О чем его ходатайство Одесную Престола Написано Что он ходатайствует За нас Это первое Второе Мы говорим о том Что есть еще Дух Святой Который совершает Своё ходатайство О святых По воле Божьей Потому что Сами мы написаны Не знаем иногда О чем молиться Как должно И вот Дух Святой Он ходатайствует О святых По воле Божьей Таким образом В моих Как бы глазах Ну давайте Вот просто Покажу вам Как я это вижу Я называл это Раньше Таким перекрестным Ходатайством В моей жизни У меня был Я рассказывал За это У меня был Тяжелый момент Когда против меня Молились Одержимые люди Они собрались Целой командой И молились Такими молитвами Чтобы я умер Вот одно Из центральных Откровений О ходатайстве Я получил Именно тогда Звучит это Примерно так Что Иисус Он ходатайствует Одесную Престола Обо мне Дух Святой Он ходатайствует На земле А святых По воле Божьей И написано Что Господь Он знает Какая мысль У Духа И таким образом Совершается Взаимодействие То есть Воля Божья Совершается Вот таким Как бы Перекрестным Ходатайством Я нахожусь На пересечении Ходатайства Иисуса И ходатайства Духа Святого Ну это Если вот так Вот просто Раскладывать Как дословно Да И я помню Что это Откровение Мне Отец дал Вот в этот Тяжелый момент Когда я Находился Под этим Страхом Ну у меня Возникал Мандраж Такой Потому что Эти люди Они Команда Ходатаев Между прочим Ну они Такие Знаете Вооружены Были мыслью Помолиться Таким образом Чтобы я был Искоренен Они так и молились Искорени его Истреби его С земли Они просили Бога Чтобы он меня истребил И в тот момент Отец Проговорил мне Говорит Смотри И показывает мне Это место в Писании Где Иисус Говорит Петру Говорит Ты знаешь Что сатана Молился о тебе Молился Он просил Говорит о тебе О вас Чтобы сеять вас Как пшеницу Но я Молился о тебе И вдруг В этот момент Отец Мне проговорил Видишь Молитва Ходатайство Моего сына За Петра Пересилило Все просьбы Дьявола Сатаны О нем То есть Представьте Иисус ему Прямым текстом Говорит Сатана Просила тебе Сатана Просила тебе Представляете Друзья Сам Сатана Ну вот Если так Мы говорим Сатана Ну вот Сатана Просила Петре Говорит Дай мне Его Дай мне Его Я хочу Ну что такое Сеять как пшеницу Это разделить И закопать В землю Вот что такое Сеять как пшеницу Говорит Ну я молился О тебе Чтоб не Оскудела Вера твоя И ты Когда Обратишься Укрепи Братьев И друзья Мы читаем Дальше По писанию Чья молитва Сбылась Вот представьте Ходатай Иисус И Сатана Сатана Просит За Петра Иисус Просит За Петра Чтоб не Оскудела Вера Что-нибудь Стало С верой Петра Ну да Он споткнулся И говорит Ты когда Обратишься Когда Все это Пройдешь Говорит Помоги Укрепить Братьев Так все И произошло Поэтому Сбылась Вот в те Дни Представляете У меня Сбылась Я увидел Как сбылась Молитва Иисуса Я подумал Ха А ведь Те Ходатай Которые Против меня Сейчас Бомбят Они ведь Далеко Не сатана Они всего Лишь люди Люди Какие-то Ненормальные Люди Которые Беснуются Там Подобно Как жрецы Против которых Воевал Или Он даже Не воевал Он смеялся Над ними И вот Смех Над Такими Колдовскими Молитвами Это нормальная Реакция У меня Есть Видео Вот эти Духовное Вторжение Атаки Я там Говорю за это С тех пор Когда мне Говорят Что против тебя Кто-то Молится Или шушукает Или что-то Там Наветы Какие-то Вот Нормальная Реакция Это Высмеивать Да Пожалуйста Хоть сам Сатана Будет Молиться Ходатай Иисус Молится Обо мне Написано У престола И это Друзья Очень важный Момент Того Что Чем Отличается Новый Завет От Ветхого Почему Потому что В Ветхом Завете Отец Небесный Обнаруживает Отсутствие Такого Ходатая Он Говорит Искал я И не Нашел Где Этот Человек Да Агнес Был заклан До создания Мира Но Человека Иисуса На земле Еще не было А он Искал Человека Который Был Стал За землю Потому что Второй Адам Последний Это Господь С неба Он Пришел Господь С неба И стал Человеком А Человека В Ветхом Завете Который Был Мог Закрыть Этот Пролом Закрыть Пролом Это Дефицит В таком Ходатай В совершенном Ходатай Который Мог бы Как Первосвященник Который Не раз В год Приносит Жертву А сам Сам Постоянно Который Не имеет Нужды Как написано Приносить За себя Жертвы Вот такой Первосвященник Является Настоящим Ходатаем И в нем Был Дефицит Теперь Этого Дефицита Нет Поэтому Друзья Мои Господь Больше Не ищет Человека Который Стал Был В проломе И казалось бы Вообще Может Проблема Ходатайства Она закрыта Ну Проблема И она Действительно Закрыта Почему Потому что Проблема Ходатайства Перестала Быть Проблемой И в Новом Завете Она стала Привилегией Нахождения У Тебе Тебе Итак Иисус Иисус Сын Божий Не будет Конца Умножится На земле Поэтому Иисус 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 На престоле От ветхозавет Пример Ты Снаряжен Или Призван Умножать Владычество В видимом мире Вот Одним Из таких Инструментов Является Ходатайство И во Христе Каждый человек Это Каждый Сын Божий Это потенциальный Ходатай Он может Это делать Каким образом И принципы Этих Моментов Мы будем Излагать Дальше Итак Друзья Умножение Владычества Еще раз Я это повторю Умножение Владычества От престола Через Ходатайство Это Участие В воплощении Иисусовой Власти В видимом Мире То есть Когда ты Берешь на себя Привилегию Или ты просто Берешь эту благодать Да Начинаешь ее Употреблять Для того Чтобы Что Стать Участником В этом Процессе Итак Когда ты Начинаешь Ходатайственное Служение Когда ты Начинаешь Ходатайство Ты Становишься Участником В умножение Владычества С престола В чем Это Владычество Заключение Заключается В воплощении Как написано Но мы еще не видим Так вот Когда ты Начинаешь Ходатайство Ты Становишься Участником В воплощении И ты Начинаешь Видеть Каким Образом Власти Иисуса Умножается На земле Видимым Образом По сути Дело Говоря Друзья Это Процесс Любого Служения Для чего Мы вообще Служим Что еще Не сделал Иисус Для чего Ему Нужно Наше Служение Ему Не нужно Наше Служение Как таковое Потому что Что-то Не доделано Служение Нужно Для того Чтобы мы Увидели Власть Иисуса Как она Воплощается Как на небе Так и на земле Как в невидимом Так и в видимом То есть По сути Дело Говоря Друзья Давайте Подведем Такую Как черту Служение Это Воплощение Невидимой Власти Иисуса Чтобы она Стала Видимой Для нас Что в этом Делает Ходатайство Ходатайство Берет на себя Власть Совершать Это Воплощение Начиная С невидимых Вещей То есть Ходатай По сути Это человек Личность Которая Берет И молится Но молится Не за себя Потому что Ходатайство Само по себе Оно звучит так Ходатайствует О святых По воле Божьей То есть Небесная воля Небесное установление Небесный порядок Должен Воплотиться В жизни Кого Святых Ну или Мы еще Скажем Там Предмет Нашего Ходатайства То есть Это не о себе Ходатайство Оно Вот тема Отличается Вообще От всех Видов Молитв То что Это молитва За кого-то За святых За каких-то Людей Да То есть Которые святые Но еще не знают Что они святые Да То есть Это не молитва О себе Павел Представьте Римлянам 15 глава 30 стих Он вообще Такие вещи Пишет Церкви Между тем Умоляю вас Братья Господом Нашим Иисусом Христом И любовью Духа Подвязаться Со мной В молитвах За меня Богу То есть Представьте Он их призывает Ходатайству За себя И при этом Упоминает Некоторые принципы Он говорит О любви Духа Вот То есть Ходатай Это человек Который Ну По сути Облечен В любовь Духа Потому что Я не вижу Вообще Ни одной Причины Какой-то Другой По которой Можно взяться Молиться За какого-то Человека Воплощать В его жизни Невидимым Незримым Образом Волю Божью Каким Образом Это Воплощение Происходит Мы будем Говорить В других Уроках Сегодня Я хочу Чтоб Ты Понял Вот Если Ты Когда-то Рассматривал Думаешь Что делают Ангелы Они делают Какую-то Незримую Работу Для того Чтобы Появились Зримые Вещи Вот Ходатай По сути Дело Говоря Он Совершает Что-то Похожее Он Совершает Невидимую Работу Для того Чтобы Появились Видимые Вещи Для меня Огромным Авторитетом И примером Является Ушедший В славу В невидимую Рейхард Бонке Мне нравится Когда он Однажды Организовывал Огромный Крусейд На миллионы Человек В Африке И он Это был Его последний Крусейд И он Перед тем Как его проводить Он говорил О подготовке И когда он Говорил о подготовке Он говорил Такие слова Мы привлекли Ходатайству 200 тысяч Человек Это не просто Какие-то молитвенники Это люди Которые Конкретно Взяли На себя Миссию Обязательство Ходатайствовать За этот Крусейд Где соберутся Миллионы Человек Дальше Он приводил Такой пример Из своего Прошлого Служения Говорит Однажды Бог Сказал мне Когда у меня Возникла проблема В служении Ну как будто Бы все Замедлилось Как будто Нам как тесно Стало И он Говорит Я не понимал Почему все Как-то так Тормозит Тормозит И он Говорит Я молился И отец Мне сказал Прямо Русло Реки Должно Быть Расширено И показал Ему Такое Видение Когда Огромный Корабль Плывет По реке По какой-то Большой реке И река Она как Сужается И сужается До того Что корабль Стал цеплять Бортами Берега И как бы Русло реки Оно стало Слишком узкое Чтобы корабль Мог шествовать Так победоносно По воде И отец Ему показал Это видение И сказал Русло реки Должно быть Расширено И Рейхард Он сразу Говорит Я сразу Понял Что речь Идет О ходатайстве Что река Это как Молитва 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 Река Молитвы И корабль Идет строго По ней Ни туда Ни сюда И молитва Она где-то Ну сузилась Может какие-то Люди оставили Ходатайство Или еще что-то Понимаете Отец Употребил Такой образ Чтобы показывать Что мы работаем Как команда Что ходатай Это люди Которые Воплощают Ты можешь Говорить Что хочешь Да река Она течет Она всегда Течет Но воплощение Мы участники Воплощении Как написано Что Иисус То понятно Что ему все Покорено Но мы пока Не видим И вот чтобы Мы это увидели Мы должны Воплощать Это владычество В видимом мире Ради этого Существует Служение Конечно На меня Часто Иногда Ну как Нападают Или спрашивают Там просто Закидывают Вопросами Говорят Ну Иисус Все сделал Зачем еще Нам нужна Эта Ходатайственная Молитва Все совершено Ребята С таким успехом Можно спросить Зачем вы Евангелие Несете Зачем вы Людям Проповедуете Зачем вы Им глаза Открывать Иисус Все сделал Ну пусть Уже Знаете Нет Есть еще Воплощение Вы знаете Что Апостолу Павлу Было сказано Иди Обрати От власти Сатаны К Богу Людей Которые Слепы Когда Человек Слеп Когда Его разум Он Ну Ослеплен Написано Бог века Сего Ослепил Их Умы Чтобы Они Не узнали О Славе Благовествования Христа Что Это Означает Что То Из Славы Христа Ты Можешь Узнать Только Когда Твой Разум Он Прозрит Это Вообще Наша Тема Мы Все Время Горим О Прозрении И Представьте Что Павел Он Выходит В свое Путешествие Не потому Что Слава Христа Не Явилась А потому Что Люди Слепые Не Видят А Они Должны Увидеть Более Того Он Молился Об Этом Он Даже Молился О Верующих Которые Уже Не Были Слепы Он Хотел Чтобы Света В них Было Больше Он Проявлялся Больше Он Говорит Я Молюсь Чтобы Бог Просветил Очи Сердца Чтобы Вы Видели Какие Там Богатства Христовые И так Далее И так Далее То Представляете Ходатайственная Молитва За Них Она Что Делала С Внутренностью Людей Из-за чего Они Видели Начинали Видеть Богатство Призвание Неограниченную Силу В себе Вот Она Сила Ходатайства Также Он Призывал Молиться О себе Чтобы Открыты Были Двери Чтобы Избавиться От Негодных Людей Мы Это Разберем Попозже Сегодня Я Говорю Главная Мысль Что Ветхий Завет Друзья Мои Он Отличается Точнее Новый Завет Отличается От Ветхого В ходатайстве В том Что Мы Участвуем В воплощении Это Не Является Молитвой О том Чтобы Бог Помиловал Знаете Чтобы Свершилась Какая-то Что Бог Передумал И так Далее То есть Эти Примеры Из Ветхого Завета Они Немножко Неактуальны Бог Ничего Не думал И не Думает Плохого О людях Его Намерения Самые Лучшие Они Совершены Совершаются Написано Успешно Рукою Иисуса Еще Исайя Предсказывал Что Воля Божья Будет Успешно Совершаться Рукою Его Что Это За Рука Рука О которой Также Павел Говорит Что Он Когда Рассказывает О преображении Телов Славное Он Говорит Что Бог Сделает Это Силой Которой Он Покоряет Себе Все Оказывается Телесные Вещи Видимые Временные Вещи Преобразуются В славные Вот оно Воплощение Славы Когда Каким Образом Силой Которой Он Покоряет Себе Все Что Это За Сила Это Помазание И Поэтому Друзья Мои Участие Вообще Само Служение Направленное На Воплощение На Умножение Владычества Оно Совершается И еще Будет Совершаться И мы В этом Большие Участники В чем Мы Участники В небесном Звании Наша Небесная Цивилизация Люди Участники В небесном Звании Это Воплотители Воли Его То О чем Было Предсказано Успешно Будет Совершаться Воля Божья Рукою Сына И каждый Сын Да скажет Аминь Халилюя И вот Друзья Я подвожу Итог К нашему Первому Уроку И Давайте Чуть-чуть Пробежимся Первое Ветхий Завет С его Требованиями К ходатайству С его Божьим Поиском Человека Который Стал бы В проломе Ушел В прошлое Сегодня Нужда Божья В ходатайе Она Совершилась Ну Нужда Божья Я условно Это говорю Конечно Бог знал Все свои Замыслы Это он Нам хотел Показать Что нет Такого Человека Он говорил Нам об этом Нет Такого Человека И Сегодня Такой Человек Иисус Христос Единый Посредник Между Богом И Человеком Сын Божий В котором Воплотилась Все Все Вся Божья Воля Сегодня Он Наконец Такой Человек Который Стал В пролом И победил Он Есть Человек Личность Которая Дано Право Подобно Как Снимать Печати Точно Так Личность Которая Смогла Стать В проломе Сегодня Он Стоит Одесную Престол Он Ходатайствует Он Успешно Воплощает Волю Божью Своей Рукой Силой Которой Он Покоряет Себе Все Это Сила Дух Святой Помазание Для чего Ему Нужны Мы Как мы Говорили Мы Ему Нужны Для того Вообще Мы Ему Не Нужны Для того Чтобы Что-то Делать Это Мы Имеем Часть В том Что Делает Он И Поэтому Процесс Ходатайства Называется Благодатью Это Благодать Это Дар Это Доброе Даяние В котором Мы Имеем Участие Находясь Во Христе Одесную Престола Божия Я Надеюсь Это Понятно И Конечно Мы Последнее Что я Скажу Это То Что Ходатайство Совершается Непрестанно Независимо От того Совершаешь Ли Ты Сегодня Его Участвуешь Ты В нем Или Нет Ходатайство Совершается Сыном Божьим И Духом Святым Поэтому Этот Процесс Не Останавливается Никогда Если Даже За тебя Никто Не Молится Знай Что Этот Процесс Все Равно Он Совершается За тебя Идет Молитва Очень Ощутимая И Тебе Первому Нужно Это Знать И Когда Ты Об Этому Узнаешь Возможно У тебя Возникает Желание Ходатайства Это Выглядит Как Река Жизни Как Поток Про Который Мы Часто Везде Много Говорим То есть Ходатайство Оно Совершается Точно Так же Как Поток Оно Постоянно Течет По сути Дело Говоря Вот этот Процесс Умножения Владычества Из Невидимого В видимого В видимое Воплощение Воли Божьей Это Нескончаемый Поток Божьей силы Которую Он Приобретает Себе Покоряет Себе Все Он Задействует Разных Людей Он Все равно Дара Разных Личностей По всему Лицу Земли Конечно Когда ты Думаешь Об этом Думаешь Зачем Богу Нужны Вообще Люди Для того Чтобы Вот В этом Участвовать Я еще раз Говорю Это подарок Это дар Вы знаете Богу На самом деле Он Всемогущий Он Отцу Не нужны Вообще Помощники Все Ангелы Которые Как мы Говорим Они Служители Они Служат Они Служат Богу Но на самом Деле Бог Так Решил Он Решил Что Свою Силу Свою Власть Он Будет Распределять Он Будет Привлекать В это Ангелов Привлекать В это Нас Ему Это Нравится Он Так Решил Не То Чтобы Он Имел Какую Нужду В Служении Не То Чтобы Он Нуждался В Чтобы Кто Нибудь Умолял Его И И так Должны Понимать Что Не Надо Брать На Ся Слишком Много Вот Поэтому Это Привилегия Такая Же Честь Как Тебе Скажу Таким Детским Языком Такая Же Честь Вот Если Брать Совсем Такие Детские Примеры Когда Тебе Дают Порулить Чем То В Детстве Не То Чтобы Папа Нуждался Он Хочет Чтобы Ты Умел Это Делать Он Хочет Тебя В Это Привлечь Чтобы Ты Мог Управлять Какими То Процессами Ну Частность Там Машиной Да Там И Это Не Потому Что Он Не Справляется С Управлением Справляется Он Хочет Чтобы Ты Умел Это Делать И Поэтому Он Тебе Говорит Смотри В принципе Все Идет Как Надо Все В Моих Руках Но Ты Можешь Поучиться Чтобы Было И Твоих Руках Тебе Интересно Мы Таким Горем О Да Это Круто Когда Все В Наших Руках Ведь Мы Тоже Хотим Увидеть Как Что То Воплощается Через Нас В Этому Весь Вся Суть Все Удовольствие Увидеть Что То Что Сделал Для Нас Иисус Мы В Этому Имеем Часть Как Он Горит И Сильными Разделит Добычу Поэтому Акт Пророческий Через Это Действие Когда Мы Принимаем Причастие Мы Говорим Что Мы С ним Одно Целое Это Надо Нашему Сознанию Дух Наш Прекрасно Мы Как Дух Мы Внутри Имеем Все Нужные Чувствования Все Нужные Удовольствия Всю Нужную Информацию Но Наш Разум Должен Запоминать Я Дух Я С ним Одно Я С ним На Престоле Я Успешно Совершаю Умножение Владычества Я Не Собираюсь Умолять Бога Чтобы Он Кого-то Помиловал Бог Всех Помиловал Я Не Собираюсь Кого-то Спасать Своей Молитвой Все Спасены Но Я Хочу Видеть Воплощение Видимое Действие Видимое Проявление От Невидимой Ходатайственной Реки Которую Высвобождает Иисус Халилюя Можешь Взять Со мной Также Причастие Возьми Тело Возьми Кровь Знай Что Это Держит Тебя В Постоянном Сознательно Открытом Состоянии Вот Этот Путь Крови Новый И Живой По Которому Движется Дух Внутри Тебя По Которому Ты имеешь Вход И выход Свободный К месту Ходатайства К месту Которое мы Называем Престол Божий Здесь и Сейчас И Обновляя Своё сознание В этом Ключе Принимай Смело Решительно Просто Скажи Для себя Сегодня Что Ты Участник В небесном Звании Скажи Я Ходатай Я Участник В Ходатайстве Иисуса Я Ходатай Подумай Сейчас Над Я Воплотитель Невидимых Славных Вещей Чтобы Было На земле Как на небе Я Делаю Это Через Свои Уста Через Поток Духа Во мне Я Могу Это Делать Я Я Имею Часть В Этом И Это Кровь И Тело Причина Моего Права И Привилегии Совершать Ходатайство И Принимай Это Сейчас Отец Я Благодарю Тебя Здесь На небесах Здесь Одесную Тебя По правую руку Силы И Власти Ты Дал нам Способность Духа Мыслить Таким Образом Что Мы Являемся Управителями Что Мы Являемся Воплотителями Что Мы Являемся Ходатаями Что Мы Являемся Личностями Личностью Которая Может Смотреть Как Славная Невидимая Призабилует На земле Через Это Течение Духа Которым Ты Покоряешь Себе Все Спасибо Отец Я Благодарю Тебя За целую Армию Ходатайв Которая Поднимется Через Этот Курс Я Благодарю Тебя За Многие Многие Порталы Ходатайственные Которые Будут Открыты По всему Лицу Земли Благодарю Тебя Отец Халилю Амэн Амэн Ну что Мой Друг Я Приглашаю Тебя Также На второй Урок Мы Продолжим Я Надеюсь Что Ты Сегодня Открыл Для Себя Усвоил Для Себя Укоренился В До встречи Дорогой Друг Если Ты Хочешь Чтобы Наше Откровение И Сила Божия Обхватила Весь Континент Всю Землю Ты Можешь Участвовать В нашем Служении Следующими Способами Первое Поделись Данным Видео Своих Страничных Сот Сетях Второе Поставь Лайк И напиши Свой Отзыв В комментариях Под Видео Третье Участвуй В этом Своими Финансами Для Этого Можешь Нажать Кнопочку Спонсировать Под Видео И заполнить Анкету Спонсора Исходя Из Своих Финансовых Возможностей И Вы Перечислить Свои Финансы По Реквизитам Указанным Под Видео Мы Благодарим Себе За Уклад Небесная Централизация Это Семья И Команда Продолжение следует